Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Партнер программы. ООО «Фирма Стэн». Строим для вас. Латунка. Проект жилого комплекса. Примыкает к парковой зоне. Закрытая территория. Скоростные лифты и улучшенная отделка подъездов. Элитные квартиры на Латунке. 69-51-05. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.stent.kirov.ru Начинается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельная, Игорь Рысев. На часах у нас 11.08. И, как всегда, по вторникам мы обсуждаем опрос газеты «Источник новостей» рубрика «Выбор города». Сегодня у нас речь пойдет о том, как оградить детей от вредной информации. С 1 сентября вступил в силу федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Сегодня мы об этом будем говорить. Несколько вариантов ответов есть, как в газете. Точно такие же ответы вы можете найти и у нас на сайте www.kirov.ru Заходите, пожалуйста, голосуйте, поставьте галочку напротив понравившийся вам ответ. В конце программы мы озвучим результаты. И также наш номер телефона для ваших звонков – 708-502. Пожалуйста, звоните. И номер для смс-сообщения – 8-909-720-101-0. Представлю наших сегодняшних гостей. В студии у нас Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Да, и также Юрий Шлемидзон, генеральный директор телекомпании «РЕН-ТВ Киров», член общественной палаты. Юрий, здравствуйте. Добрый день. Ну, давай, наверное, озвучим все-таки, к чему-то пришли читатели газеты «Источник новостей». 60% ответили, нужно не ограждать, а правильно воспитывать. Ну, большинство. То есть только 19% вступили за СМИ. Ужесточить цензуру в интернете и СМИ, наоборот, не вступились. Никак пусть познают жизнь во всех ее проявлениях. 13% лишить компьютера и телевизора, 8% — самый радикальный способ, наверное. Сегодня мы узнаем, как думают наши слушатели. Да, пожалуйста, звоните, 708-502 набирайте. И также смс для... В интернете на сайте можно поставить галочку, нажать на кнопочку, какой вариант вам ближе. Да, ну и также смс-сообщение, еще раз напомню, 8-909-720-101-0. Да, будут читать только подписанные. Юрий Иванович, вопрос к вам. Как жизнь ваша изменилась 1 сентября? Ну, во-первых, как обычно, я начинаю фразу, своей дежурной фразой, что все сказано мной в эфире, это мои суждения личные по исполнению другого закона. Наша жизнь на самом деле никак не изменилась. Вот по вещанию канала РНТВ «Киров». Единственное, что мы стали применять ограничения в телепрограмме, ставить значки, которые нам рекомендует Роскомнадзор. Надо сказать, что все эти сдачки и их формирование ведется как производителями, так и вещателями. Правильных и полных оценочных суждений по этому вопросу нет на самом деле. Рекомендации Роскомнадзора появились уже после вступления закона в силу. И как говорил руководитель Роскомнадзора, что еще будет адаптационный период до 1 октября, создаются специальные экспертные комиссии. Если в Роскомнадзоре в городе Москва она такая создана, то о такой комиссии в городе Кирове слухи были, что она существует. На самом деле ее нет. Мы, как и обычно, как-то так мат и другие вещи в своем вещании не применяли, поэтому это не особо ударило по нашему контенту. А те ограничения, которые ввели в основном как электронные СМИ, так и печатные СМИ, они вылились в такое абстрактное выполнение, в моем понимании, закона. Это не особо повлияло. Единственное, что сейчас, конечно, есть возможность родителям смотреть телепрограмму и отбирать контент для своих детей. И вообще я понимаю, что основная часть — это помощь родителям в подборе контента. И вообще телевидение должны дети смотреть вместе с родителями. Основная воспитательная функция все же осталась на родителях. Ну вот, в принципе, о том я и говорил до эфира, но у меня вопрос такой. Вот вы говорите, нет никаких экспертных комиссий здесь, в Кирове. То есть за какой-то помощью, к примеру, телеканалу или радиостанции, той же газете, нужно обращаться куда? В Москву, получается. То есть у тебя есть какая-то передача, и ты не знаешь, какой на нее поставить маркер. Что делать в этом случае? Ну, сейчас это происходит, насколько я понимаю, вот как тебе на шляжи так и ставишь. То есть руководитель СМИ или там внутренний совет, как мы называем телекомпании, радиостанции, наверное, существует, мы определяем маркировку, которая определяется законом для любой программы собственного производства. То, что мы транслируем как сетевые партнеры, там проблем нет. Понятно, что в Москве уже поставили эти значки, мы на них не влияем и не пересматриваем. Ну, здесь же палка о двух концах. Посмотрели так, программа подходит под категорию 12+, а Роскомнадзор потом приходит и говорит, ай-яй-яй, вы не правы. Ну, я думаю, что вот так, как Жаров обещал, что первый месяц никто ни на кого влиять в этом вопросе не будет, но если вы вспомните, мы уже на эту тему с вами разговаривали, я думаю, что недобросовестные конкуренты, конечно, смогут при таком подходе к претворению закона использовать его в конкурентной, нечестной конкурентной борьбе, конечно. Владимир, мы ставим маркеры, телевидение тоже ставит маркеры. Ваше отношение к этому это детей-то как-то спасает? Ну, заметьте, вот только что Юрий Львович не сказал ничего негативного со своей стороны, как, собственно говоря, телевизионщика, никого негативного от своего отношения к этому данному закону. И я об этом, кстати, говорил еще в августе месяце, когда говорил, что это цензура и так далее, и так далее. Да ничего не будет, ничего не изменится. Стоит маркировка. Ничего не изменится, в том-то и дело. Нет, нет, для производителей, для производителей. Что касается детей, в программе воспитателей тоже Юрий Львович очень правильно заметил, что сейчас идет действительно маркировка. Это помощь родителей, в первую очередь, для того, чтобы я со своими детьми, родители со своими детьми понимали, что вот эту программу в вечернее время можно смотреть с ребенком до 12 лет. Или все-таки там есть какие-то вещи, которые, наверное, ребенку в этом возрасте еще смотреть рано. Не кажется ли вам, что родители, которые следят за своими детьми, они и раньше следили, невзирая на эти маркировки. И это абсолютно бесполезно. Не в этом дело. Раньше следили, я об этом говорил, опять же, много раз. Когда ты начинаешь смотреть определенный фильм, то ты не понимаешь, там и фильм, триллер, фильм ужасов, и какое-то произведение, не знаю, абсолютно ливичное, может начинаться со сцены, там, восход солнца над озером. Что дальше последует через 5 минут? Это значит 5-5, закрой глазки. Нет, вот понимаете, что вот есть одно и то же произведение Ромео и Джульетта, но он может, этот контент, присутствовать с разным значком. И тогда родитель понимает, это или плюс 6, или это плюс 18, потому что Ромео и Джульетта есть в разной интерпретации, предлагается. Но вместе с тем это дает повод родителям смотреть, потому что не только телевидение и радио есть, есть диски, есть интернет. И когда стоит ограничение по маркировке, то, ну, как бы выбор у родителей все же существует. Но самое страшное это в другом, что те глупости и пошлости, которые у нас существуют на телевидении, там, в программах, Дом-2, да, Тен-Тенни же пояс, Петросян, да, ну, Петросян тоже практически. Малахов 1, 2, 3, 4, которые не ограничены в возрастной категории, а там, и что приносит больше вреда? Жесткий футбол, который у нас может скоро быть с ограничением, да? Жестокая игра. Или там Дом-2, например, или Малахова-1. Это же страшнее для воспитания детей, на самом-то деле. Да, Владимир. Немаловажный момент один, который пришел, я заметил. Начала убираться из детских передач реклама вечерних каналов, когда идет передача, да, Илья Львович? Вот это та проблема, с которой я, как отец, сталкивался постоянно. Когда на середине мультфильма в 11 часов утра появляется сцена абсолютно жестокая, абсолютно жесткая, там, с челюстью, акулой и так далее, анонс вечернего фильма в 8 часов. И мой ребенок, который до этого смотрел спокойно мультфильм, смотрит там двухминутный ролик, который, собственно говоря, и после чего он приходит и говорит, а правда вот это вот так. Ну вот поэтому, когда я собирался идти на программу, да, я сделал некий такой мониторинг информации по том, как ученые расценивают вот сцены насилия и жестокости. И вот о том, что говорит Володя, оно не совпадает с выводами ученых на самом деле. Я вот вам приведу выписку, я взял, что, это ученые говорят, что у людей есть потребность в центрах жестокости и насилия, у детей она выше, чем у взрослых, поэтому дети с удовольствием рассказывают друг другу страшные истории и сами же пугаются от их жути. Совместное переживание страхов и ужаса необходимая терапевтическая функция, которая искусственно это последнее время принималась для себя. И там еще такая фраза приводится, ну, там в сравнении с блатным фольклором, что там все наоборот, нет никакой жесткости, мягкости, но жизненные приоритеты другие. И дети страхи будущего видят встречу с взрослой жизнью, а уголовники этой вины и жесткости не чувствуют. Поэтому, посадив ребенка на диету из синтетических и добрых историй, получается невротик с неизбежным и комплексным. Таким говорят ученые. А вспомни, Света, ну, мы же в детстве с тобой смотрели вот всякую чушь вот эту, жестокость. И возьмите народные мифы, да, и сказки. Там масса жестокости. Да-да-да, отрезание горгоник головы. Головы, полные сцены там насилия. Или проявитый, проявитый. Сколько голов отрезали, да? Я не знаю, почему вы так удивляетесь. Мне кажется, это же всем известно. В вашем детстве и в нашем с вами детстве, что были эротические каналы, этот контент присутствовал, был интернет. Мы про эротику не говорим, мы говорим о жестокости и насилии. Эротика — это отдельная тема, она в законном прописана. Она может быть только после 23 часов. И эротики, рекламы, эротических произведений не было. Можно я вам приведу кардинально другой пример? Вот мы сейчас говорим, что вот дети, надо ограничивать. Сейчас с выходом фильма о мусульманах, вот та тема, которая муссируется последний месяц, очень жесткая, и протесты по всему миру. Ну, как обычно, все обсуждают, а 90% ее не видели. Потому что это еще на английском языке. Да, и вопрос сейчас не в этом. Этот фильм не подпадал не у нас, а под категорию возрастных лицензовых ограничений, и тем более в тех странах, в которых вот эта практика еще не введена. У нас его и нет в прокате нигде. Нет, Юрий Львович, ну просто мы сейчас видим, понимаете. Только на эту мнение. Мнение однозначно, однозначное мнение, что его нужно убирать, не видя этого фильма. Уже есть ограничения на доступ к интернет-провайдерам. Вообще распространение этого фильма его большинство и не видело. И вот почему-то эта составляющая, то есть у нас получается, знаете, такая ситуация односторонняя. То есть детям можно показывать все, что угодно, да. А вот то, что касается, допустим, религиозной темы или вот этой там, давайте мы это трогать не будем. То есть и здесь такое общее мнение, ага, а вот это все мы убираем, закрываем и так далее. А здесь мы начинаем спекулировать на то, что там можно пятачка показывать в пять или в семь вечера. Но это крайности. И я всегда говорю, что ключевое, на мой взгляд, ключевая составляющая на данном этапе реализации этого закона как раз не телевидение и не радио, а интернет. И те ключевые составляющие, это насилие, это сайты, посвященные суициду. Еще раз хотел бы напомнить, что 14% наших детей, кировских детей, это исследование, регулярно посещало сайты, посвященные суициду и способом нанесения себе физических увечий. Обычно у нас тоже был эфир. Неужели до этого закона никаким образом не регламентировался порядок устранения подобных сайтов? Вообще никак. Нет, подобные сайты закрыть было практически невозможно. Сейчас закон позволяет это сделать в досудебном порядке. До этого никаких инструментов, собственно говоря, это был очень длинный путь. И факты закрытия подобных сайтов, они вот, ну, единичны. Сейчас это совсем другое. Вот, на мой взгляд, ключевая вещь-то здесь. И говорить, да, этот закон несет, кроме этого, какие-то временные, вот как на переходный период, и Людмилович неслучайно об этом сказал, им дали время на это, потому что... Адаптационный период. Адаптационный период. Единые требования, они не выработаны. Во-первых, нет подзаконных актов. Поэтому четкости в исполнении этого закона нет. Хотя о вреде кино, на самом деле, я тоже когда мониторил эту информацию, давно уже говорил, в 30-х годах у нас был такой фильм «Красные диаболеты», из которых родился фильм «Неуловимый», да? Да. То журнал «Пролетарское кино», как это можно было называть, писал, что это вредный фильм. И были озабочены, что вот такое вредное влияние фильмом на детей. Дальше у нас был следующий период, в 70-х годах. Пошел фильм, я не знаю, вы посмотрели ли его, «Великолепная семерка» такой. И вот сам Никита Сергеевич Хрущев высказывался, что это тлетворнейшее влияние на людей будет. То есть с фильмами мы боролись уже давно, на самом деле. Ну вот у меня такое ощущение складывается, что все-таки вот когда мы говорим, вот 60% у нас ответили, нужно не ограждать, а правильно воспитывать. Это читатели газеты, источник на азии. Двумя руками вот за это. Вот у меня такое ощущение, что сейчас государство пытается воспитывать не детей, а родителей этих детей. Ну то есть вот по сути своей, вот как Свет правильно говорила, те родители, которые и так уже воспитывали детей, пока они воспитывают только руководителей СМИ. А теперь да, то есть руководители СМИ, а мы в свою очередь теперь уже берем на себя ответственность, то есть каким-то образом воспитывая через вот эти маркеры, ну это как собака Павова. Ну да. По сути-то своей. То есть получается, что... Это очень упрощенный подход к решению вопроса, конечно. По моему мнению, я не знаю... Ну я согласен, что это меры неисчерпывающие, то есть это не должно быть единой мерой. Это никаким образом... Будем надеяться, что это все во благо, если он будет в правильных рамках здравого человеческого смысла. Вы смотрели телевизор с первых сентября, вещание как-то изменилось, кроме того, что появились вот эти маркеры. Да. Первое, то, о чем я говорил... Реклама ушла, да. Рекламные блоки, они были пересены. Дальше. Значит, некоторые передачи были вынесены в более позднее время. Ну, например. Например, да. Вот ТНТ ничего не перенес. Я не могу сейчас судить. Канал Перец тоже ничего не перенес, насколько я знаю. Смотрел вчера. Мы разговаривали как раз с ТНТ, что просто боюсь... Да он, где был, там и находился. Вот эти ток-шоу, мне кажется, действительно, они приносят больше вреда, нежели все фильмы вместе взятые, мультики, и тем более вы про религию говорите. Объем глупости и пошлости. Извините, что у нас такие шоу на телевидении, о чем можно говорить? Это на федеральных каналах. Вчера по первому каналу показывали Малахова, вот пока я ел. Которого? Ну, который по-малу же... Андрея Малахова, да, который обсуждал в передаче тему педофилии, причем откровенной, когда там пришел, там, сколько, 15-летний паренек, и у него вот женщина, с которой он познакомился по телефону, ей там уже лет 40-50. Вот оказалось, что у него много таких мальчиков. Вот. И маркеров, по-моему, никаких не стояло. Не было. А вы возьмите программу ЧП за неделю, канал НТВ. Вообще ограничения не сняли. Я не смотрю, честно. Мне тяжело смотреть ЧП. Ну, там нет ограничения, поймите. Что же говорить. В том-то и сути. И при этом, когда вступил в силу этот закон, я специально посмотрел первый канал. Это не нападки на первый канал, боже упаси, просто так получается, что у меня лучше всего на кухне работает. Вот и все. Дело в том, что когда я включил новости, с самого начала, с этой заставки, никаких маркеров там тоже не было. А есть новости, где не имеют ограничения. Вот некоторые каналы не поставили ограничения новостей. По-моему, вы показывали что-то про север. Мы поставили, например, плюс 16. Хотя понимаем, что 99% новостей под этот маркер не попадает, на самом деле. И я уже сейчас думаю над тем, чтобы делать вообще отдельные новости для детей. А вы что, плюс 18 не поставите? Вот, кстати, прекрасная идея. Тогда выдавать в эфир-то в каком часу? Ну, на самом деле, аудитория. Тогда это только после 23-х часов. Поэтому поставили плюс 16. Поэтому и поставили. Ну, хотя они не попадают уж полностью. Но для того, чтобы предосветить любые нападки от Роскомнадзора... Перестраховались. Перестраховались. Владимир, что хотите сказать? Ну, опять это может быть паркетинговым ходом. Потому что у нас всему запрещенному есть большее внимание. Юрий Иванович, я думаю, что если взять аудиторию людей, которые смотрят новости, то большинство все-таки это не лица младше 16 лет. Нет, они же находятся в квартире. Телевизор же он без шоков. Да ладно. Ну, и взрослая аудитория, это же всегда дороже для средств массовой информации, для рекламодателя. У нас аудитория плюс 16 платежеспособная, поэтому, наоборот, даже плюс получается. Я помню, я иду в 16 лет, в 12, в 13. Я даже бегал до почты, покупал аргументы и факты читал, и смотрел новости вечером. Ну, то есть, мне кажется, даже мне кажется, мне было интересно. Вот то же самое и у меня. 708-502 наш номер телефона. Слушатели, подключайтесь к нашу беседе. Ваша точка зрения по поводу данного закона, этих ограничений, маркеров, которые появились, средства массовой информации ввели. Как-то это защищает наших детей или же нет? 708-502, номер для ваших смс-сообщений, 8-909-720-101-0. Пишите, обязательно подписывайтесь. И также не забывайте заглядывать на наш сайт www.hikirovo.ru. Там вы найдете точно такой же опрос, как и в газете «Источник новостей», рубрика «Выбор города», «Как огради детей» от вредной информации. Пожалуйста, заходите и проголосуйте. И точно такой же опрос еще и на страничке ВКонтакте. В студии у нас Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области, и Юрий Шлемизон, генеральный директор телекомпании РЕН-ТВ Киров, член общественной палаты. СМС-сообщений есть, Игорь? Попозже почитаю. Можно я пока выскажусь? Вообще вот в моем понимании, что вредит не сама информация, которая у нас появляется в кинофильме, в новостях, а надо понимать, какое отношение к этому процессу. Если мы все процессы жизненные уберем, сделаем такое американское телевидение с кино, то как ребенок, который воспитывается в семье, должен вырабатывать отношение к определенным происходящим процессам. Если он этого ничего не видит, потом попадает в реальную взрослую жизнь, а как он должен реагировать на различные события, на то, что показывается потом во взрослой жизни? Как себя вести в любой жизненной ситуации? А где вот этот переходный период? Вот он-то здесь до 16 лет, к примеру, живет спокойно, у него все в розовых очках, а потом его резко их снимают, и родители говорят, вот теперь смотри. И он смотрит, и он удивляется, как это так. А если он не будет понимать, и разъясняться родителям, и эти советы, он же на каком-то примере должны родители это показывать, да? Если мы все полностью выхолостим из эфира, из СМИ печатных, то как должен реагировать ребенок? Кто ему будет на основании чего разъяснять все это? Не все выхолостить. Давайте я вам приведу еще один пример, для чего нужна маркировка. Вот я его вывел там на примере своих собственных детей. Я очень много там на своих детях, так получается, проверяю. Вернее, два примера сейчас приведу. Первый веселый, а второй такой показательный. На прошлой неделе, значит, двое моих детей старше уже в израстной категории 12+, а младше только исполнилось 5 лет. И вот они обычно там, когда телевизор большой, бьются за то, кто будет смотреть. Один хочет это, а другой смотрит это. Кто будет останки на руководить. Вот, и когда на середине мультфильма «Шрек», значит, я услышал радостный вопль моей старшей, потому что она увидела на нем маркировку 6+, и сказала, о, мы должны переключить. То есть, пятилетним это смотреть нельзя. То есть, это, ну, первое, что... Я же говорил, что все, давай будем переключать, что-то смотреть, что мне нужно. Это такой случай из моей жизни. На прошлой неделе мы столкнулись с этим. У нее теперь есть еще один способ, как младшего от мультфильмов, от каких-то, значит, переключать в свою пользу канала. А второй, на самом деле, серьезный. Значит, ребенок в возрасте 6-7-8 лет отличается от ребенка 14 лет. Если взять такой пример, как криминальные семинары, сериалы, по-моему, вас в эфире не приводил пример. Программа защиты свидетелей. Имитация убийства. Труп, кровь и так далее. 14-15 лет ребенок понимает, что человек потом остается жив, что это была сцена построена, наоборот, все сделать для чего. Ребенок 6-7-8 лет не способен адекватно оценить эту ситуацию. Он видит на экране сцену насилия сцена убийства. И для него этот человек мертв. И ему очень сложно смотреть. Когда есть родители, которые должны это не показывать. Я говорю о том, что если на этом... А если маркировка стоит? Если есть маркировка, да. Если есть маркировка, хотя бы там 12+, то вот эти... Мы не говорим, что эта маркировка такое очень субъективное мнение. Кто цензором в этом вопросе так и непонятно выступает. То есть только производитель, ссылаясь на свой ум и разум, может определить. Мы сейчас говорим, на самом деле мы сейчас говорим не о том, хороший или плохой закон, а мы говорим о механизме его исполнения. О правоприменении его, да. О правоприменении, действительно. Продолжим об этом говорить после рекламы. Эй, 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 куда? Реклама. Кафе «Оазис». Вкусно, как в старые добрые времена. Готовим на артезианской воде. Приглашаем с 7 до 22 часов. Кафе «Оазис». Гостиница правительства Кировской области. Герцена 49. Гриль-бар «Конюжня». Большой выбор стейков, приготовленных на открытом огне, от 385 рублей. Настоящий стоит Нью-Йорк из мраморной говядины с картофелем, сыром и зеленью всего за 595. В воскресенье скидка на все меню и бар 20%. Гриль-бар «Конюжня». Ленина 82. Телефон 641086. Где найти мебель своей мечты? Конечно, в торговом центре «Мебель». Грандиозный ассортимент мебели на любой вкус и кошелек. Торговый центр «Мебель». Вся мебель в одном месте. Герцена 88. Вальсы Шуберта. Взмахи пера. На балах красавец кружат юнкера. Дивные ноты и запах жасмина. Рисует на стенах обои лаймина. Эксклюзивно в салоне фабрика «Уюта Эль Деко». Гринхаус. Первый этаж. 221-381. Любые товары из супермаркета «Глобус Моровского» с доставкой на дом. Служба доставки заказ.эстереглобус.ру. Мы сходим в магазин, отстаем очередь в кассу, донесем тяжелые сумки. Телефон 211-300. ООО «Рексет» СОГРН 102-430-131-55-00. Московская 149. Доставка ООО «Развитие». ОГРН 107-434-502-16-18. Здесь на душе уютно и светло. И роскошь блюд пленяет наслаждением. Восторг величия и сладость вдохновения. Вам дарит Царское село. Ресторация русской кухни. Царское село. Герцена 78. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Партнер программы ООО «Фирма Стэн». Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельная, Игорь Рысев. Сегодня у нас тема «Как оградить детей от вредной информации». Это опрос в газете «Источник новостей». Обсуждаем мы это с Владимиром Шабардиным, уполномоченным по правам ребенка в Кировской области. И также студия у нас Юрий Шлемизон, генеральный директор телекомпании «РЕН-ТВ Киров», член общественной палаты. Напомню, что 60% читателей газеты «Источник новостей» выбрали ответ «Нужно не ограждать, а правильно воспитывать». Выберите и свой вариант ответа у нас на сайте www.hackero.ru. Мне с детьми повезло, телевизор они не смотрят. У нас есть большая коллекция мультфильмов и фильмов на дисках. По-моему, это отличный выход, Валентина. Выход или что? А там значки не стоят, это тоже очень опасно. А там значки не стоят. К тому же, мне кажется, что у большинства эти фильмы хранятся на дисках, которые они записывают сами. И что ты будешь туда сам эти значки лепить? Я сомневаюсь. Кстати, формулировка одного из вариантов «нужно воспитывать». У нас всегда говорится, что мы должны воспитывать, нам нужно воспитывать на лучших примерах образцов мировой классики и так далее. Это к тому, что что показывать? На чем воспитывать? Вот на материалах 18+, да? Или программы в своей возрастной категории? Ну, я понимаю, что вот эти значки, это сигнальный эффект, он должен сработать. Это сигнальный эффект для родителей. И другого ничего никто не придумает. Понятно, что вот эта система ограничений, которая со значками, она в буржуйских странах уже применяется давно, там отработаны критерии постановки этих знаков. Я думаю, что мы тоже придем к этому, и ничего страшного в наличии этих вещей нет. Наоборот, это поможет воспитанию только детей, я так понимаю. Да, сейчас мы выслушаем точку зрения Олега Ткачева, член общественной палаты Киркской области, директора общественной организации «Молодежный творческий центр». Олег, здравствуйте. Да, добрый день. Да, ну что можете сказать? Общались мы с вами уже на эту тему, и вот сейчас вновь встретились в студии, посмотреть, а как закон работает, в вашей точке зрения? Ну, пока еще прошло очень мало времени с вступления в действие закона. Пока еще сложно говорить о том, что есть какие-то результаты. То есть все пока присматриваются. Еще не совсем понятно, что будет со средством информации, но уже сейчас там многие знаки, они пестрят. Однако непонятно, как к ним относиться. Я слышал мнение простых людей, они говорят, что их эти знаки безориентируют. То есть не так подробно люди знают закон, не так... А, то есть не знают, где 16, где 18 и так далее, да? Нет. Вопрос в том, что... Не понимаете ли что? Девчонки вопрос. Сколько ли он у сына? ...который говорит о том, что детей надо срочно убрать, вот, а люди смотрят и ничего не видят такого криминального, вот, и не понимают. Судя по этим знакам, то есть телевизор при детях включать вообще нельзя. Вот, допустим, если у меня по квартире бегает пятилетний ребенок, очень редко встречаются знаки ноль плюс. Мне телевизор вообще выключить? Ну да, выключаю. Нет, вам просто надо ребенку разъяснять, что происходит. В том понимании, как вы, как родители, можете... Вот для этого сделан закон. Или отвлечь его от просмотра не нравящегося вам контента. Отлично, но это я могу сделать и без маркировки. Совершенно верно. Что делали все здравомыслящие родители с покон веков. Да, ну вот я просто действительно прихожу к выводу, что это воспитание родителей. Ну, то есть, грубо говоря, когда вы видите эту маркировку, то есть это вам знак тому, чтобы, к примеру, ребенок действительно там находился подальше от телевизора в этот момент. Но, с другой стороны, вот как вы правильно говорите, при просмотре некоторых передач, вот ты не понимаешь, на некоторых вообще не стоит, но их бы лучше куда-нибудь сдвинуть подальше в эфире. Или вообще убрать. Знаете, вот мне кажется, вот этот закон из той категории, что законодательно там написали, там, давайте люди мыть руки перед едой. Да это уже неплохо. У нас большая категория людей, которые не знают, что надо делать. А потом еще вилку взять с ножом в руки, это вообще ужас какой-то. Ну, тем не менее, законодатели демонстрируют нам, что, в принципе, мы настолько как бы идиоты, которым надо разъяснять элементарные вещи. Олег, мы вас услышали. Спасибо. Так законодатели, это троечники сидят. Вы не забывайте, Олег, об этом. Член общественной палаты Кировской области, директор общественной организации Молодежный творческий центр, ну, подтвердил как раз то, о чем мы говорили в начале эфира, о том, что если родители и так воспитывают своего ребенка и ограждают уже изначально его от ненужной информации, то, наверное, и закон-то здесь не нужен. Я все-таки за то, чтобы убрать вот эти вот действительно, вот я всеми руками за, против вот этих вот ток-шоу каких-то там, не знаю, с одноклеточными позывами и куда-нибудь. Они нужны, они нужны, понимаешь? Ну, понимаешь, я к этому отношусь, что приходит ребенок из школы, родителей дома нет, что он будет звонить, мам, слушай, тут вот можно посмотреть вот это? Ну, это же бред. Ну, знаешь, вот, ну, мне, к примеру, повезло. У меня в детстве был Супонев. Вот, и я там приходил со школы и там вот четыре или пять часов подряд сидел около этого телевизора и смотрел вот этого Супонева, все его эти проекты. Вот, и вырос вроде бы нормальным, адекватным человеком. При этом я еще смотрел «Терминатора» и так далее. Вечером мне родители разрешали. Я не высыпался и шел в школу. Да, новости ты еще смотрел. Но, но, вот сейчас самая главная проблема в том, чтобы не запретить что-то смотреть, а чтобы появилось то, что смотреть можно. Вот, совершенно верно. Вот это самое главное. Вот я не понимаю, что дети... Государство должно в это вкладывать деньги, а государство не вкладывает такие программы. Оно вкладывает деньги в общественное телевидение, которое непонятно, каким образом... Ну, это еще вопрос такой эмпирический, когда оно появится. Оно наверняка появится. Ну, вот я смотрел программы общественного телевидения у этих самых буржуев. Надо сказать, что доля смотрения очень маленькая, на самом деле, в общественном телевидении. Там, если 2% есть, да, доля, то это максимальная. Она на самом деле не очень отличается. Вот напоминает везде общественное телевидение, может, у нас так не будет. Вот если вы вспомните, были такие учебные программы, я забыл, до канала культуры, как это называлось. Ну, понятно, да. Ну, такие, общеобразовательные. Они, конечно, полезные. Школьники могли прямо целые уроки учить на основе этих материалов. Ну, вот оно примерно вот так выглядит общественное телевидение. Ну, общественное телевидение, по мне, это просто галочка для демократического государства. Да, ток-шоу, ну, очень слабыми, вот где я видел, на самом деле, со слабыми ведущими, и не вызывает интерес публике вот это дело. Запрещать, да, запрещать детям смотреть что-либо нельзя. Нужно, чтобы ребенок находился у голубого экрана вместе со взрослыми. Они должны ему объяснять, что да как при возникновении интересных ситуаций, пишет Ольга. Вот я двумя руками за это рассказываю. Ну, с другой стороны, иногда вещи, которые показывают по телевизору, ну, никак не объяснишь ребенку. Ну, не бывает такого, что нельзя объяснить. Ну, вместе с этим... Просто надо учиться объяснять. Ну, и это тоже. Вместе с этим на общественном телевидении как раз, вот, наверное, образцы передач типа «Супонев плюс», вот они, наверное, как раз в формате общественного телевидения не были. Это то, о чем вы говорили, было раньше. И то, что, мне кажется, должно быть и сейчас. 708-502. Набирайте наши номеры телефона. Прямой эфир. И скоро мы уже озвучим результаты опроса. Слушатели, как вы проголосовали у нас на сайте. Узнаем вопрос, как оградить детей от вредной информации. Да, у нас на линии автор и куратор проекта «Белая река» Виолетта Кожина. Виолетта, здравствуйте. Здравствуйте. Виолетта, у вас, насколько я знаю, двое детей, да? Трое. Трое, да? Можно ли узнать, какой возраст? 10, 7 и почти 4 года. После вступления этих поправок, маркировки у нас появились, что-то изменилось и ваше, в принципе, отношение к этому? Ну, для нас, наверное, конкретно для нас особо сильно ничего не изменилось, потому что мы и так пытаемся контролировать, что смотрят, слушают наши дети. Вот, телевизор они не смотрят, смотрят только те фильмы, мультфильмы, которые мы конкретно им поставим на DVD. Вот, но что касается компьютера, интернета, здесь тоже полный контроль, то есть ребенок пользуется компьютером определенное время, в определенные дни, и я, в принципе, знаю, чем он там занимается, то есть контролирую это. Вот, но, с другой стороны, конечно, я думаю, что, хотя это пока достаточно формально, в маркировке передач, статей, вот, наверное, родителям это должно как-то помогать ориентироваться и понимать, что не все программы для детей предназначены. Ну, а старший ребенок достаточно взрослый, 10 лет тоже удается контролировать, ведь этот возраст уже такой, он может включить сам, и я думаю, что вы всегда и дома бываете. Ну, вообще-то существуют пароли на телевизорах, на компьютерах, это раз. А надо так ограждать ребенка в 10 лет уже, так кардинально от всего? Во-вторых, я считаю, что если у ребенка в свободное время заполнено какими-то, ну, альтернативными делами интересными, то потребностей, если есть день перед телевизором, у него не будет. То есть, если, опять же, родители принимают в его жизни участие, то, ну, как бы, не нужно сидеть перед телевизором, если можно чем-то заняться вместе с родителями тоже. Вот. Поэтому... Знаете, я, честно говоря, вспоминаю себя, и мне кажется, что если бы у меня родители поставили какой-то пароль на телевизор, я бы все-все-все возможное с ним сделал, но я бы его включил каким-то образом и посмотрел. Да, чем больше запрещаешь, то есть, если у ребенка нет больше в жизни счастья, кроме как целый день лежать перед телевизором, ну, возможно, да, он будет пытаться ромать. Да здесь же другое, здесь же психологический фактор. У нас в других делах занятий. Когда запрещаешь ребенку, он все сделает для того, чтобы этого добиться, чтобы посмотреть, включить и так далее. И все это придет наиболее худшей формы, чем которая была бы при нормальной. Да, представляете, вот те, кому не запрещают, они приходят в школу, например, и говорят, а я вот тут тот смотрел, а у меня, говорит, пароль на телевизоре. И все, у него уже... Беда ребенок. Ну, да. А тут, по крайней мере, есть возможность с ним как-то пообщаться и объяснить ему, что происходит примерно в телевизоре. Ну, как вот вы считаете? Нет, я, конечно, не спорю, что что-то смотреть нужно и можно вместе с ребенком. Вот, я просто против того, чтобы телевизор играл ту роль в нашей жизни, не только детей, но и в нашей жизни, какой он играет сейчас, ну, как бы во многих семьях, то есть основное средство общения... Да вы его во время выбора выключаете, и будет все нормально. Остальное время смотрите. Это, наверное, самодельный совет сегодня. Виолетта, спасибо вам большое за комментарии. Автор и куратор проекта «Белая река» — мама троих детей. Виолетта Кужин была с нами на связи. СМС-сообщение есть, Игорь? Да, все детство смотрел телек, после полуночи видел многое. И ничего, нормальный человек, он вырос, двое детей, ничего запрещать им не буду, Павел пишет. И Олег. Я за то, чтобы как можно больше было телеканалов, где были бы только качественные программы, сделанные профессионалами с привлечением экспертов. Ну, собственно, о чем я и говорил. Нам нужен еще один Супонев. Или много таких. Лучше много. Лучше много, да. Опрос давай еще посмотрим. Такие же ответы лидируют, как и в газете. Сейчас я найду. Так, у меня какой-то другой опрос. Давай я его найду, и мы в следующем части его ознакомим. Давай. И вот плавной походкой входит к нам в студию Ольга Балезина. Сейчас будут новости. Гости, спасибо, что сегодня были с нами. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Добрый день. В Кирове без 15.12. В эфире новости микрофона Ольга Балезина. В Демьяново горело деревообрабатывающий завод. Накануне рано утром в пожарную часть поступил сигнал о пожаре на предприятии, расположенном в поселке Демьянова. Как сообщает интернет-портал «Бизнес новостей», со ссылкой на МЧС, возгорание произошло в сушильной камере цеха по производству шпона. В результате пожара пострадал цех, а также обрушилась кровля. Причины возгорания и степень нанесенного огнем ущерба устанавливаются. Добавлю, что накануне местный суд рассматривал дело о незаконности лесопилки в поселке Демьянова. Прокуратура требует запретить эксплуатацию предприятия, поскольку оно находится на землях, принадлежащих департаменту лесного хозяйства. Решение по делу суд вынесет, как ожидается, 3 октября. Почти тысячу человек арестовали за неуплату штрафов. С начала года судебные приставы составили почти 3000 протоколов на штрафованных кировчан, которые вовремя не рассчитывались к государству. 879 человек получили административный арест. Об этом сообщили в службе судебных приставов. Добавлю, что обычно на уплату штрафа дается 30 дней. За просрочку налагается штраф в двукратном размере, но не менее 1000 рублей. Либо арест на срок до 15 суток. Динамо проведет матч на выезде 19 сентября в Пермикеровске. Футболисты встретятся с местным Актаном, который является одним из аутсайдеров чемпионата. Таким образом, у Динамо есть все шансы заработать еще 3 очка. Сейчас кировчане находятся на 10-м месте турнирной таблицы, имея в активе 10 очков, проведя 10 матчей. Напомню, из 10 игр 6 закончились для нашей команды ничьей. К этому часу все. В студии работала Ольга Балезина. Партнер программы ООО «Фирма Стэн». Дневный разворот в Кирове продолжается. Светлана Удельна, Игорь Рысев, Ольга Балезина все еще с нами. Ольга, твой вариант ответа на опрос, который мы сегодня обсуждали? Так, по-моему, я отвечала о том, что родители должны за этим следить, потому что я считаю, конечно, не дело нашему государству пытаться там вымарывать какой-то негатив. Ну а если родитель, он сам еще дитё, малое, ничего в этой жизни-то не понимает? Патернализм. Вот сейчас звучит из твоих уст. Да почему? Какой патернализм? Не, ну на самом деле, давайте, хорошо, не будем показывать это по телевизору, выгляни в окно, у тебя в... ну ладно, не у меня, во дворе. Справляют нужду. Какие-то другие не очень естественные надобности, что с этим-то делать? Мне кажется, оборота-то очень естественная надобность. Вот, если девочки вот сейчас, несмотря, наверное, всё-таки на телевизор... Нет, Оля, ты переносишься в плоскость вот нашего вот такого ясного бытия, а я тебе говорю вот про голубой экран непосредственно. А голубой экран отражает наше бытие, не так? Ну, вы знаете, вот я всё равно, мы уже говорили как-то об этом в эфире, для меня это до сих пор очень показательно. Ну, получается, будет две реальности. Одна вот в телевизоре вся такая розовая, вылизанная, другая за окном у меня. Это «Точка зрения» Ольги Болезиной. Скоро встретимся. «Точка зрения»